Толко ли, коротко ли? Хотела словить вам просто птичьи трели, но похоже я успела пройти этот эпицентр, в котором они сидят. Короче, я такие нашла ручки. Я нашла держалки под ручки. А вот, в общем, вот видно ситуателец. Ой, боже мой. Погода прекрасная. Опять чешется нос. Как обычно, когда я начинаю видео, он обязательно начинает чесаться. Устала я, ребят. Как-то тяжко. Но ничего. Завтра будет новый день. С новыми свершениями. Сейчас посмотрим, аккуратненько перейдем дорогу, чтобы нас не сдавили. Как ваше зло. Как ваш прошел понедельник. У меня, как видите, без травмы не обошлось. Да, причем я уже старалась и одной ручкой писать, и другой писать. Под одним наклоном, под другим наклоном. Старалась расслабить зажим как-то. Все равно оно практически до локтя сейчас хватает. Не очень приятно, конечно. Учитывая, что в ближайшие дни меньшее количество лекций, к сожалению, не будет. К сожалению, к счастью. Это хотя бы что-то. Хотя бы что-то нам успевает давать в какой-то момент, контент. Мы с вами обязательно увидимся. И обязательно все планы, которые для себя составила. Я вам так особо сильно не озвучиваю, но обязательно все сделаю. Важно сейчас войти в какой-то вот этот ритм, в колею. И все тогда сложится-приложится. Ладно, вы моя отдушина, поэтому делюсь всем вместе с вами. Обязательно увидимся. Я сейчас немножко отдохну. Допью, наверное, свой кипяток, который у меня там есть с чаем. И потихонечку буду двигаться домой. Или, может быть, еще заеду в читальный зал, поучиться немножко. А потом домой. Как-то так. Все. До новых встреч.